Азрит Аркенов А руководитель Роскачества Максим Протасов прибыл в Карачаево-Черкесию по приглашению главы республики. Новая школа в республиканской столице. Рашид Темлизов проинспектировал ход строительства пристройки к 17-й гимназии Черкеска. Лидер это тот, кто выполняет задачу сам и ведет за собой еще других. Высшая школа управленцев. Ахмад Апаков будет представлять Карачаево-Черкесию в финале конкурса «Лидеры России». Руководитель Роскачества Максим Протасов прибыл сегодня в Карачаево-Черкесию по приглашению главы республики Рашида Темрезова. Совместно они подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает работу над повышением качества товаров, произведенных в Карачаево-Черкесии. Причем это не только на этапе экспертной оценки этого качества, но и на этапе производства. Лучшие производители станут обладателями госзнака качества. А Роскачество со своей стороны готово максимально активно продвигать их торговые марки как на российском, так и на международном рынках. Подробнее о практической пользе двухстороннего соглашения расскажет наш корреспондент Арнес Чуков. Первый визит руководителя Роскачества в Карачаево-Черкесию состоялся по приглашению главы региона. Рашид Темрезов и Максим Протасов подписали соглашение о взаимодействии между Роскачеством и правительством Карачаево-Черкесии. Сотрудничество предполагает внедрение наилучших систем управления менеджментом качества, процессами управления на предприятиях и повышение качества продукции и ее безопасности. Кроме этого соглашение подразумевает глубокий технологический аудит региональных предприятий со стороны Роскачества. Причем он будет бесплатным. Для наших предприятий очень важно и полезно будет, когда такой серьезный аудит, и тут надо говорить своими словами, это аудит со стороны правительства Российской Федерации, который позволит нашим предприятиям выйти на новый уровень качества производства. Кроме этого, Роскачество окажет региональным производителям методическую поддержку, которая позволит предприятиям подготовиться к конкурсу на получение госзнака качества. Мы будем ждать от правительства Республики предложений по тем товарам, которые могут заслужить государственный знак качества, и мы максимально активно начнем их продвижение как на российском рынке, так и, надеясь, на международном. Также глава Республики провел двустороннюю встречу с Максимом Протасовым, в ходе которой выразил уверенность, что наши предприятия будут заинтересованы в получении государственного знака качества, в том числе и производителя органической и экологически чистой продукции, на которую сегодня существует повышенный спрос. Эрнест Чуков, Олег Малхожев, Архиз, 24. Далее в ходе своего рабочего визита в Карачао-Черкесию Максим Протасов участвовал еще в двух встречах. Он рассказал предпринимателям республики о помощи, которую они могут получить от Роскачества, и обсудил с представителями проекта «Народный контроль» его итоги и перспективы. Моя коллега Лина Гидеева подробнее. Главной целью Роскачества вот уже почти пять лет является улучшение качества жизни граждан России за счет внедрения эффективных стандартов производства и передовых технологий управления на предприятиях страны, а также рост качества товаров и услуг на российском рынке. Первое, что мы делаем, это мы внедряем наилучшие процессы управления предприятием, систему менеджмента качества на предприятиях и в организациях. Потому что можно провести товар качественно один раз, для того, чтобы его делать качественно или услугу. Ежедневно мы как раз делаем все, чтобы диагностировать и улучшать качество процессов управления на предприятиях. Еще одна из приоритетных задач организации – проведение верных исследований товаров народного потребления и продуктов питания. Полученными результатами российская система качества делится с жителями страны. Ну и, конечно же, Роскачество занимается продвижением лучших отечественных товаров, удостоенных знака качества. Есть наша идеология качества, которую мы внедряем в стране. Собственно, для этого мы создавались как Национальный институт качества. И эта идеология внедряется в том числе благодаря тому, что нами установлена и создается такая лестница профессионала в области качества. Подписание соглашения между Роскачеством и Карачаево-Черкесией для предприятий республики – это новый уровень и возможность показать, что качество производимых ими товаров достойно всероссийского признания. Наличие данного сертификата позволяет выйти на внешний рынок, то есть продукция становится более конкурентоспособной. Если же говорить о предприятиях, которые готовы свою продукцию поставлять, в том числе за пределы Российской Федерации, наличие данного сертификата, в том числе дает им возможность уже без проблем выходить на внешний рынок. После совещания с предпринимателями республики руководитель Роскачества встретился с представителями проекта «Народный контроль», подведя вместе с ними своеобразный итог проведения в регионе мероприятий. К слову, за прошедший год представители проекта «Народный контроль» ввели мониторинг торговых точек Карачаева-Черкесии на соответствии требованиям законодательства. Первое мероприятие было контроль за соблюдением требований вопроса маркировки молокосодержащей продукции. Когда это мероприятие начали проводить, многие встречали в штыки, почему и для чего это, тем более учитывая, что сети это понимают, а вот мелкие магазины, мелкие предприниматели не совсем понимали, для чего мы, то есть очередная проверка и так далее. Но нигде не возникли конфликтные ситуации по одной причине, потому что с нами молодежь. Словом, визит Максима Протасова в Карачаево-Черкесию прошел благотворно, что позволяет надеяться в дальнейшем на кардинальный рост качества региональных товаров и услуг, а также выхода их не только на российский, но и международный рынок. А накануне Рашид Темрезов проинспектировал ход строительства предстройки к 17-й гимназии города Черкеска. Ее официальный срок сдачи в эксплуатацию буквально через неделю, сразу после школьных каникул. По документам это всего лишь предстройка к действующей школе, а по сути новое учебное заведение с большим спортивным комплексом. В перспективе в этом микрорайоне должна появиться парковая зона, дополнительные детские площадки, освещение и озеленение. Словом, территория вокруг 17-й школы должна стать центром притяжения для семейного отдыха жителей Черкеска. Здесь пока не слышен детский смех и звонки, зовущие на урок. Сейчас в широких коридорах будущей школы раздаются голоса строителей, которые готовят объект к сдаче в эксплуатацию. Для этого у них ровно неделя. После каникул это учреждение должно открыть свои двери для школьников. А пока тут первые гости – глава республики и мэр Черкеска, проверяющий готовность объекта к сдаче. Мы уже строительные монтажные работы завершили. Сейчас стадия размещения оборудования. Ставим и пусконаладка технологического оборудования. Пищевлог закончили. Пусконаладку завершили там. Сейчас подъемник устанавливаем и размещаем парты, наглядные пособия, передача эксплуатационникам, то есть школе. Рашид Тимрязов обошел всю школу, осмотрел кабинеты и выслушал доклад о технологиях, которые применялись при строительстве. А также об оснащенности и параметрах объекта. Они впечатляют. Под документом это всего лишь пристройка к 17-й школе, а по сути новое учебное заведение. Рассчитано на 9 сотен учащихся с 1-го по 4-й класс. Размещаем 16 классов, то есть по 4 класса первых, вторых, третьих, четвертых. И дополнительно у нас универсальная студия и группа продленного дня на втором этаже. Дальше идет у нас ресурсный центр, где компьютерный класс, условно говоря, учительская и администрация. Сейчас в 17-й школе Черкеска обучается порядка двух тысяч ребят. Из-за такого большого числа учащихся и было принято решение о строительстве дополнительного корпуса, который поможет снять нагрузку с действующей школы. Строили его в соответствии со всеми современными стандартами. Просторные кабинеты, спортзал, группа продленного дня, хорошая, современная столовая. Здесь две смены будут, а старшая школа вся будет в одну смену, потому что мы там освобождаем пять кабинетов, которые занимает начальный класс. И мы уже планируем и перейдем. Дорожную карту хотим выполнить, на первую смену перейдем. Старший класс и все планируют на одну смену. К новой школе примыкает целый спортивный кластер. Футбольное поле, беговые дорожки, площадка для занятия игровыми видами спорта. Параллельно рядом возводятся новые ясельные группы. Рашид Темрезов дал поручение мэру Черкеска проработать вопрос создания в этом микрорайоне парковой зоны, установить дополнительные детские площадки освещения, продумать о зеленении. Словом, сделать его центром притяжения для семейного отдыха жителей города. Татэк Желовян, Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архиз, 24. Ахмат Апаков будет представлять Карачао-Черкесию в финале конкурса «Лидеры России». Напомню, что в Пятигорске в эти выходные прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Управленцев лидеры России», в котором приняли участие 332 участника из различных регионов СКФО, показавшие лучшие результаты на предварительном дистанционном тестировании. Карачао-Черкесию на полуфинале представляли 13 человек. В течение двух дней они демонстрировали жюри свои лидерские качества и боролись в очных конкурсах за выход в финал. Подробнее в нашем сюжете. «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». На открытии полуфинала конкурса в Северокавказском федеральном округе все спикеры единодушно отметили его роль в процессе обновления кадров. «Этот проект «Лидеры России» – это основной проект платформы «Россия – страна возможностей», который отбирает самых целесумнённых, самых сильных, самых ярких, самых настойчивых участников. Была очень ожесточённая борьба. На полуфинал добрались не все». В нынешнем году конкурс привлёк сотни участников из 68 стран. Уже одно это сделало лидера в России международным проектом. От Северокавказского федерального округа в полуфинал прошло 263 участника. А всего на конкурс от округа поступило более 8 тысяч заявок. «Оказавшись в числе полуфиналистов, вы уже прошли большой путь от профессионального, так и в личном росте. Вы признанные лидеры в своих коллективах. У каждого из вас есть победы, которым вы гордитесь». Самому опытному полуфиналисту конкурса «Лидеры России» в СКФО 55 лет, а самому молодому – 24. Карачаево-Черкесию в Пятигорске представили 13 человек. Мадина Урусова в конкурсе участвует впервые. По её мнению, эта площадка даёт ей возможность перенять опыт более успешных управленцев и оценить свои профессиональные возможности. «Чтобы быть лидером России, надо быть в первую очередь грамотным человеком, уметь общаться с людьми, находить общий язык, уметь выстраивать основные цели и придерживаться их, при этом учитывая какие-то сторонние факторы. Я думаю, что по результатам этого конкурса у нас будут выявлены настоящие управленцы, настоящие лидеры России». Напомним, что цель конкурса «Лидеры России» – выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. За два года проведение 150 его победителей получили назначение на высокие посты. Например, двое стали губернаторами, а ещё пятеро – заместителями федеральных министров. «Конкурс проходит уже в третий раз, и его успех, на мой взгляд, заключается в том, что он работает. Мы видим это по количеству заявок. Оно пусть немного, но прорастает каждый год. Если первый год было 199 тысяч заявок, то в этом году уже 233 тысячи». В течение двух дней конкурсанты демонстрировали жире свои лидерские качества и боролись за выход в финал. В итоге от Карачаева-Черкесии на суперфинал, который состоится в Сочи, поедет Ахмат Апаков. «Чем отличается лидер от руководителя, не лидера? Лидер – это тот, кто выполняет задачу сам и ведёт за собой ещё других, который участвует непосредственно в своём проекте и своим примером показывает, мотивирует всех остальных. Руководитель – это тот, который просто стоит и раздаёт задачи». Всего же за победу в суперфинале будут бороться 30 человек со всего СКФО. Кстати, он пройдёт с 27 по 31 марта в Сочи. Анета Дышекова, Далиль Мирза, Архейс, 24. Когда погода в доме оставляет желать лучшего? Жители одного из многоквартирных домов по улице Космонавта в Черкесске уже давно страдают от протекающей крыши. Многочисленные хождения по инстанциям с просьбой решить их проблему до последнего времени результата не давало. Но вот теперь в городском управлении жилищного хозяйства заверяют, что приступят к работе, когда позволит погода. Подробнее в сюжете. Протекающая крыша в квартире 59 беспокоит её жильцов уже не первый год. И зимой и летом она доставляет семье Борсовых одни неудобства. Как видите, у нас постоянно течёт вода. Мы неоднократно обращались. Постоянно принимают наши заявления. Ну, как бы, вроде бы приходят, делают, но в итоге ничего не происходит. И, ну, как бы на прошлой неделе, когда вот недавно был снег, снег начал таять. Это всё стало литься по стенам. У нас постоянно замыкает проводку, потому что с той стороны в коридоре, где течёт труба, и, ну, как бы стена вся мокрая, и постоянно замыкает, и свет не работает в коридоре. В доме есть маленькие дети, и Светлана переживает, что постоянные протечки приведут к замыканию электричества, о последствиях чего она даже думать боится. Женщина живёт в этом доме давно и регулярно пыталась решить этот вопрос управляющей компанией. Тоже не первый раз, как в этот дом мы заехали, бабушка получила здесь квартиру, так с того времени сюда вода постоянно льётся. Вроде бы приезжают, делают, но всё, так же продолжается. Постоянные обращения в разные инстанции к существенным результатам пока не привели. Впрочем, это не единственный дом в Черкесске, где есть такая проблема. По словам мастера, управляющей компанией номер два в городе, уже составлен график, по которому идёт ремонт крыш в таких домах. Конечно, нам бы хотелось быстрее выполнить эту работу, но в настоящее время рулонный ковёр, он мешает нам. То есть рулонный ковёр намок, и, соответственно, мы не можем провести эти ремонтные работы качественно, как это положено по ГОСТу. Как только погодные условия наступят, значит, мы незамедлительно приступим к ремонту кровельных работ. Бригады есть, где-то три бригады. Словом, жителям дома 52 по улице Космонавтов придётся ещё немного потерпеть. Погода не позволяет провести на их крыше какие-либо работы. А что касается полной замены кровли, об этом речи пока не идёт. Анета Дышекова, Эмиль Маркариан, Роман Нагаев, Архейс 24. «Царица вода». Такое говорящее название получила уникальная детская книга, изданная компанией «Русгидро» к своему 15-летнему юбилею. Это сборник невероятных сказок о российских реках, разбросанных по всей территории страны, от Мурманска до Сахалина, везде, где есть филиалы «Русгидро». «Царица вода» — это познавательное чтение не только для подрастающего поколения, но и всех, кому интересны предания о таинственных силах природы и их отношениях с человеком. Презентация книги прошла в Республиканской детской библиотеке имени Никулина. Вот какой материал привезла оттуда наша сумочная группа. Истории, собранные в этой книге, были найдены сотрудниками «Русгидро» в библиотеках разных краев и областей России, в интернете или просто услышаны от знакомых, а потом литературно обработаны известными писателями и поэтами. Особый колорит изданию придают работы современных иллюстраторов. Я хотела бы сказать, что это не первая книга, а седьмая у компании «Русгидро», которая направлена и создана для детей. Книга очень интересная, она рассказывает о реках всей нашей страны. И она очень красочная, интересная книга, на мой взгляд. Участие в презентации приняли постоянные читатели библиотеки, учащиеся пятых классов шестой школы Черкеска. Специалисты карачева-черкесского филиала «Русгидро» рассказали им, что компания с 2012 года сотрудничает со старейшим детским издательством России «Дедгиз», а теперь и с фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Их цель – стимулировать интерес подрастающего поколения к истории родной страны, достижением науки и техники, к инженерной профессии в целом и гидроэнергетике в частности. А книга, как известно, лучший учитель. Благодаря этому проекту мы поняли чудесную силу книги. Многие дети, которые пришли первый раз в библиотеку, узнали, что она вообще существует, узнали, что такое книга, по окончанию проекта начали читать, начали интересоваться, они раскрылись. То есть книга – это тот чудесный мир, в который вы можете окунуться. Пятиклассник Расул Богатырев еще до начала презентации успел познакомиться с содержанием книги и с восторгом рассказывал сверстникам о понравившихся рассказах. Мне понравилась легенда по мотивам современного фольклора Сахалина «Три брата». Легенда повествует о том, что в далекие-далекие времена на самом краю земли жили нивхи, жили эти люди в бедности. Однажды пронеслась молва о том, что прячет ключи от народного счастья «Страшный дэв на берегу моря». Я узнал очень многого из этой книги, я узнал многого о реках. И соединять придумал реки Петр Великий. А строительство продолжилось при Павле и Александре Первом. Книга «Царица вода» будет передана в 22 библиотеки Карачаева-Черкесии, как детские, так и районные, где имеются детские библиотечные фонды. И уже в ближайшие дни любой желающий сможет ознакомиться с этим уникальным изданием. Настоящий рай для любителей морепродуктов. В Черкесске открылась выставка продажи дальневосточных деликатесов. На ней можно себя побаловать такими изысками, как палтус, белорыбица, омуль и настоящая королева лососевых – Камчатская чавыча. Кроме деликатесных морепродуктов на прилавках павильона вы найдете кедровые орехи, сушеные грибы, ягоды и натуральный мед. Что еще привезли нам из щедрой Камчатки? Узнаем в сюжете. Белорыбица, кижуч, палтус, нерка и знаменитая дальневосточная корюшка. На выставке представлено более 20 разновидностей копченой рыбы. Все это деликатесно и изобилие, как коптили на ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Процесс копчения сходен с обработкой горячим паром. В результате в рыбе сохраняется до 80% фосфора, кальция и йода. У нас в продаже дикая рыба Камчатки, собственное производство, очень вкусная рыбка. Семейство лососевых, в данном случае чавыча, самая жирная, самая вкусная, полезная. Много жиров с аминокислот содержит, омега-3, омега-6. Помимо рыбного разнообразия, на выставке продажи представлены и дикорастущие богатства сибирских лесов. Это ядра кедрового ореха, грибы и таежные ягоды, а также различные масла и настойки из целебных трав. При желании кедровое масло холодного отжима приготовят тут же, на ваших глазах. Начинается с кедровой шишки орех. Орех, значит, шишка собирается, перерабатывается. Орех идет у нас в скорлупе, потом ядро очищенное. С ядра очищенного мы делаем масло холодный отжим, которое очень полезное масло. Холодный отжим, это значит без подогрева, все микроэлементы остаются без изменений. Много омеги, омега-3, омега-6, 9, витамины группы В, В1, В2, В12. Здесь, значит, у нас идет и иммунитет, и противоаллергенные, язвы, гастриты. О полезных свойствах меда знают, конечно, все. Но именно башкирский мед славится на всю страну своим вкусом, ароматом и целебными качествами. Вот белая акация. Самый гипоаллергенный мед, который рекомендуется детям с полугода, который несли сахарился в течение трех лет. Сахар не повышает, то есть рекомендуется при сахарном диабетике. Вот давайте посмотрим бортьевой мед. Бортьевой мед, то есть дикий мед, это мед из дуплодерева. Обладает очень полезными свойствами для повышения иммунной системы. Попробовать и приобрести все эти полезные и вкусные продукты можно с 3 по 9 февраля по адресу. Город Черкесск, улица Горького, 8. И в завершении выпуска о погоде. Главное управление МЧС России по Карачао-Черкесской республике предупреждает, что 3 и 4 февраля в горах Карачао-Черкесской республики сохраняется лавиноопасность. Кроме того, до конца суток 3 февраля, а также ночью и утром 4 февраля местами в Карачао-Черкесской республике ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. И что особенно важно, сильный западный ветер. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия и на нашем канале Архиз 24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова